Приветствую вас, давайте попробуем с вами разобраться с тем, что у вас происходит. Что-то заключается в том, что вы элементарно не получили от родителей того, что вам нужно. То есть, не получили вы любви, поддержки, не получили вы, наверное, такого вот воспитания, если говорить очень в общем, которое бы как-то, ну, помогло бы вам, что ли, которое как-то дало бы вам возможность самостоятельно реализовываться, самостоятельно строить свою жизнь. То есть, вас не воспитывали любовь к себе, вас не воспитывали уважение к себе, возможно, вам не дали модель женского поведения. И родители вам нужны для того, чтобы, возможно, их не стыдиться. То есть, в вашей фантазии эти родители, они для вас идеальны, такими, какими вы хотели бы их видеть. Но в действительности, я думаю, что это не совсем ваши родители, это скорее вы. В действительности, я думаю, что фантазии относительно ваших родителей, они продиктованы, ну, да, тотальной неудовлетворенностью, но тотальной неудовлетворенностью, знаете, в чем? Я бы сказал, тотальной неудовлетворенностью в себе. То есть, у вас, вот, много, очень много нереализованных желаний. И эти нереализованные желания, они, ну, дают о себе знать. Они постоянно напоминают вам о себе. И поскольку в реальном мире, в реальных условиях вы не в силах, видимо, как-то добиться всего того, чего вы хотели бы, всего того, чего вы хотите. Вы и погружаетесь в ваши фантазии. И в фантазиях вам, безусловно, хорошо, потому что там все, ну, там все так, как вам хочется. Проблема, конечно, заключается в том, что это лишь бег от реальности и ничего больше. То есть, кроме, кроме самого бега от реальности, вы, по сути, ничего больше не делаете. И это очень плохо, потому что, ну, объективно, вы просто-напросто сейчас что делаете? Ну, вы зависимы от, значит, своих родных, вот как вы написали, зависимы от родственников как физически, так и физически. То есть, что сделали ваши родители? Они привязали вас к себе, по сути, дел, да? Они привязали вас к себе и, собственно, для них вы, ну, такая вот идеальная дочь. И самое в этом неприятное то, что им так удобно, их так устраивает, и, возможно, скорее всего, это будет продолжаться, ну, до тех пор, пока вы сами это будете позволять в отношении себя. И чтобы, да, бы, ситуацию исправить, вам, ну, желательно вообще вот дополучить то, что не дадали вам ваши родители. Для начала понять, что фантазии являются такой вот формой фрустрации, то есть вы не можете получить чего-то для себя от родителей, у вас отсутствует, судя по всему, отсутствуют средства для получения того, чего вы хотите с помощью своих средств, самостоятельных средств. И, соответственно, как результат, как результат в этом доверие, значит, старых, ну, для начала проработать детско-родительские отношения целиком и полностью проработать тот момент, почему родители к вам относятся именно так, что ими двигало, а если потребуются, то проработать отношения с мамой, отношения с папой отдельно, и, собственно говоря, дальше вам нужно будет понять, почему родители так поступают с вами, чего они хотели или не хотели донести до вас, чем вызвано такое поведение с их стороны, чем оно обусловлено и так далее. То есть все вот это вот нужно вам обязательно, ну, для себя проработать. Все вот это вот вам обязательно нужно решить. Для чего? Чтобы создать когнитивную базу для формирования нового поведения. Ну, а дальше, дальше вам нужно самостоятельно вместе с психологом. Я думаю так, сперва, вообще-то говоря, привыкаться к той позиции, что к вам будут относиться как к взрослому человеку, как к взрослой личности, это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, можно позиционировать так, что вам нужно будет определить, что хотите вы сами для себя. Ну, вот, например, тоже, например, вопрос, да, почему вы не планируете парня, ходите на курсы, но не работаете. В чем проявляется ваша зависимость? То есть, видите, что такое зависимость? Это, по сути, реализация ваших желаний и потребностей, да, через, через, ну, через кого? Через других людей. В данном случае вы не можете чего-то добиться того, что нужно вам, самостоятельно. Потому что родители сами создали для вас такие условия. Ну, как мы уже сказали, у них были для этого свои цели, у них для этого свои мотивы, а вам, наверное, предсказали свои цели, вещества, свои интересы. И чтобы это делать, необходимо, вначале, вначале, ну, собственно, обеспечить себе, то есть вам, возможность личностного роста. То есть, это создание личного пространства. Ну, то есть, личное пространство, это такая ситуация, такое состояние, такое поведение человека, когда есть некая такая область психическая, как раз-таки психическая и физическая, в которую недоступна, в которой нет доступа никому, кроме самого человека. И вот в этой области, как раз-таки начинает формироваться весь каркас личных желаний человека именно для себя. Ну, это работа, потому что, как бы, так просто к этому можно не прийти. Но при регулярных сеансах с психологом, при, ну, направленности поведения вашего на достижение определенных результатов, в принципе, думаю, что все в этом можно будет сделать. Вот. И, собственно, я вам, вот на данный момент могу порекомендовать составить план по образованию, по формированию у вас, краткие, независимости. Вначале надо избавиться от психической зависимости от родных, потом, наверное, не избавляться от зависимости от физической. То есть все, как бы, идет в последовательности, определенной последовательности. Ну, не буду скрывать то, что если у вас там непростая, непростая работа, но, тем не менее, сделать ее и улучшить вашу жизнь вполне себе мощно, главное, чтобы вы, ну, сами к этому стремились и сами этого хотели. Тогда, я думаю, у вас все получится. Только не сразу, но постепенно, 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 думаю, все получится. Дальше. Значит. Ну, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Возьмите вы что-то для себя из того, что я вам старался донести или нет, решать исключительно вам, и все зависит от того, чего вы хотите. Если реально хотите свою жизнь поменять, то нужно для этого настраиваться на работу и понимать, что, вот, к сожалению, ну, к сожалению, так просто все не получится. Я бы мог сказать, что да, все можно сделать, но это было бы обманом. Вам 26 лет, вы долгое время жили определенным образом и вот так вот сразу поменять свой образ мышления и свою модель поведения будет непросто, но, в принципе, я думаю, вполне возможно. Вполне возможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!